Всем привет! Совсем недавно со мной связался земляк из Челябинска с просьбой отремонтировать ноутбук и так как я как раз в это время находился там, то сам лично его принял. Владелец пояснил, что аппарат ранее был залит и был в сервисе, где вроде бы ничего не делали и отдали обратно. Так он и пролежал несколько месяцев, пока не попались на мои видосы. Я сообщил вилку по стоимости ремонта и она его устроила. В принципе решение вполне обосновано. Аппарат хоть и старенький, но с офисной работой справляется не хуже современных. А большего от него не требуется. Тогда какой смысл покупать новый аналог в несколько раз дороже, чем стоимость ремонта? Наш ноутбук на Core i5 и ближайший аналог пусть будет на Core i3. Возьмем самую ходовую диагональ в 15 дюймов и посмотрим на результаты. Ноутбуков с такими характеристиками огромное множество, но нам нужно узнать начальные цены. Для этого делаем сортировку по цене и видим, что ценники начинаются от 30000 рублей. Поэтому ремонт до 10000 вполне обоснован. Ну а те, кто в любой непонятной ситуации идут за новым ноутбуком, то рекомендую сперва заглянуть на Е-каталог. Сравнить между собой несколько вариантов и выбрать оптимальность с наилучшей ценой. Помимо РФ Е-каталог доступен в Украине и Казахстане. Вот смотрите, уважаемые комментаторы. Когда мне неизвестно, что с аппаратом делалось, я сразу его разбираю без включения и произвожу осмотр с замерами. А вот когда клиент говорит, что я его уже 500 тысяч раз пытался включить и вот последний раз час назад это делал, то в этом случае я могу тоже попробовать его включить. Вероятность того, что на 500 тысяч первый раз он загорится, задымится или взорвется крайне низкая, поэтому не делайте преждевременных выводов о моем интеллекте. Итак, разобрав аппарат, вижу следы залития и большое количество пыли на материнской плате, что уже радует, потому что в ноутбук никто не лазил, ну по крайней мере плату не извлекали и не паяли. Очаги залития довольно серьезные, но локальные, поэтому также локально попробую их отмыть. Для отмывки использую уже приготовленный раствор Sorens US. Данный раствор очень хорошо отмывает почти все виды загрязнений. Наносим жидкость, немного ждем и чистим щеткой. Далее просушиваем и хорошенько осматриваем на предмет окислов или прогаров. Не обнаружив ничего подозрительного, я произвожу замеры сопротивлений на основных узлах. Убедившись, что короткое замыкание отсутствует, буду пробовать включить плату. Сначала подключу голую плату с тестером USB. Тестер пропищал и заморгал, что говорит о том, что плата как минимум прогрузилась до BIOS. Подключим матрицу и проверим наличие картинки. Хорошие новости. Картинка есть и даже грузится винда, но аппарат через несколько минут отрубается. При этом система охлаждения еле теплая, то бишь отрубается он не по перегреву. Еще раз внимательно осмотрев плату, увидел залитие возле сокета. Вернее я его увидел ранее, но так как в этом пятне не было только проводящих контактов или SMD мелочевки, мыть его пока не стал. А вот сейчас заглянув в торец сокета, вижу, что под него хорошо так затекло. И это могло приводить к подкорачиванию шариковых контактов сокета. И как следствие к спонтанным отключениям. В общем плату будем мыть целиком и уже потом смотреть, тестировать. Как и говорил ранее, я использую раствор Solens US, разведенный один к десяти. Полутора литровой бутылки приготовленного раствора хватает на любые платы. Заливаем жидкость, чтобы плату полностью скрыла и оставляем на пару часов. Периодически достаем для очистки и продувки. Параллельно я проверю работоспособность клавиатуры с помощью специального тестера. И да, при нажатии на некоторые клавиши отсутствует писк, что означает их неработоспособность. В общем клавиатура полурабочая, её нужно менять. После пары часов купания в Solens, плату нужно отмыть в дистиллированной воде. Но если её нет, можно промыть под тёплой проточной водой. Далее плату купаем в изопропиловом спирте. Кстати, раствор Solens я сливаю обратно в полторашку через фильтр. И позже его можно использовать неоднократно. Затем сушим от спирта. Можно это делать на паяльной станции с нагревом до 100 градусов. А можно и просто на открытом воздухе. Спирт и так отлично испаряется. После сушки всё внимательно осматриваем. Плата выглядит как новая. От загрязнений не осталось и следа. Мало того, Solens разъедает окислы, тем самым останавливая коррозию. Далее собираем плату и проверяем на предмет отключений. Плата уже день стоит на тестах и даже не думает отрубаться. В таком состоянии она ещё будет стоять на тестах несколько дней. Помимо клавиатуры у этого аппарата, а точнее у этой модели, есть ещё одна болячка. Это разъёмные посадочные места петель, из-за чего крышка люфтит. Отдавать в таком состоянии неприлично. Но её ремонтом займётся уже Андрей, так как мне срочно по семейным обстоятельствам нужно уехать на пару недель в Челябинск. Ну вот и всё. Прошли пару недель. Для вас это пару секунд. Заменена клавиатура. Она здесь запрессована. Меняется довольно геморройно. И восстановлен крепёж петель. Настолько, насколько это возможно. К сожалению, Андрюхе некогда было видосики снимать. Но восстановление было, как и в предыдущих видосах, где имеется ремонт крышки матрицы. Можете посмотреть по подсказке. Корпусных запчастей на эту модель в продаже нигде нет. Поэтому приходится заморачиваться именно ремонтом. На мой взгляд, получилось вполне достойно. Здесь вот вообще куска вот этого не было. Подремонтировал Андрюха. Хорошо, на мой взгляд, сделал. И был огромный люфт. Сейчас люфта нет. Аппарат на тестах простоял около недели. Сбоев и вылетов не обнаружено. Единственное, что родная винда глючная. Сам винчестер в исправном состоянии. Сейчас уточню владельца, если инфа на диске не нужна, я бесплатно установлю чистую винду. Ну а так, в целом, ремонт можно считать завершённым. Я владельцу порекомендую поставить светлительник, и будет аппарат летать как самолёт. По крайней мере, не хуже тех, что в магазинах стоят за 30-ку. Как видите, ремонт платы произведён вообще без какой-либо пайки. Запчасти никакие не использовались. А значит, согласно логике диванных комментаторов, ремонт должен стоить как несколько литров проточной воды. Потому что все остальные жидкости были слиты обратно и могут использоваться многократно. А значит, не расходовались. А работа мастера? Фу, да чё там работа мастера? Её может сделать каждая, а значит, она бесценна. Прошу этих комментаторов поправить, если я что-то пропустил. А на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах.